Добрый день, любители истории. 13.06 в нашем городе. И эта программа «Сделано в Вятке». Я приветствую Евгения Питунина, историка, краеведа, руководителя Музея Вятского Госуниверситета. Евгений Альбертович, добрый день. Добрый день. Всех с праздником. Вы имеете в виду День милиции? День милиции, День полиции. День сотрудника правоохранительных органов сейчас называется. Ну, День смерти Брежнева, если... Ну, это не праздник, но тем не менее. Мы, напомню, собираемся здесь для того, чтобы устроить исторический экскурс со два раза в месяц по пятницам именно в это время. И вы знаете, такую большую резонансу поимела наша программа прошлая, где мы вспоминали февральскую и октябрьскую революции 1917 года. Я отслеживаю, что происходит в сети или в сети. Довольно приличное количество просмотров, что люди интересуются. Так что не зря с вами мы здесь собираемся. Ну, кстати, Павел Шарабаров, историк, который был вместе с вами в прошлой передаче. Мы с ним договорились через две недели еще раз встретиться и поговорить о неизвестных доселе фактах, вот вскрытых в последнее время, фактах 1917 года у нас здесь в Вятке. Я думаю, что тоже будет любопытно. Может быть, но тем не менее и была сейчас передача снятая на эту же тему. Столетие революции, да? Да-да-да. И, в принципе, есть работа. Ну, наверное, если что-то есть необычное, вдруг это всплывет, потому что истина устанавливается всегда вот в таких вот рассуждениях. По прошествии долгого времени, да. Ну, а сегодня мы продолжим изучать историю нашего города, историю конкретных улиц. Интересная была программа у нас по истории Октябрьского проспекта. Приводили много интересных фактов, а сегодня мы сосредоточимся на другой улице, тоже исторической, интересной улице Карла Маркса, бывшая Владимирская. Да, все верно? Не только Владимирская. Не только Владимирская, но и... Да. Ага. Ну, давайте пойдем по Карламарсу. Давайте. Прогуляемся. Ну, я полагаю, что дореволюционная история этой улицы, она уже описана и переписана. И у батюшки Балыбердина, и у любимого в книге... Отца Александра Балыбердина мы имеем. Поэтому возьмем советский период, возьмем уже известные многим годы, пройдемся по Карламарсу, где-то в 60-х, 70-х. Давайте. Откуда начнем свой путь? А все равно, наверное, с центра. Вот если в тот раз мы говорили про Атябрьский проспект, а то где-то в 60-е годы появилось, ну, и, видимо, только он стал местом прогулок на местном сленге, их продвинутых молодых людей, назывался Атябрьский проспект Бродвей. И, естественно, в городе Карла Маркса это была Борода. Борода. И Ленина это была Лысина. Ну, понятно. И даже был такой анекдот там. Связано с внешностью, собственно. Стиляга садится в трассе и говорит, ну что, шеф, плюнем с Бороды на Лысину, а это как с Карла Маркса на Ленина. Вспоминаю анекдотом. Бросим кости на Пешково-стрит, улица Горького, да? Вот у нас так вот. Карла Маркса, известная улица. Немного, конечно, об истории, два слова буквально. Улица появилась в первом регулярном плане города в 1784 году. Вот даже представить жутко. 1784. Называлась она Спинчинс-Э или Спинцинс-Э. Названием была обязана улица Спинцинс-Э, которая существовала в Хлынове. Вот перенесли, видимо, на новую улицу. Когда стали прорубать улицы не Радиальные, а с севера на юг и с запада на восток. Вот начиналась она по тому плану на пересечении со Строжной, ныне Мопро. И заканчивалась всего лишь на улице Орловской. Вот дальше не было. Регулярный план 1812 года продлил улицу практически до современных границ от Профсоюзной и до Речки-Глынов и на юге. Улица получила название Владимирс-Э в честь Владимирс-Э Слободы, которая вошла в городскую черту. Вот название интересное. Спинчинс-Э перешло с соседней улицы. Это Орла-Липних-Э. Орла-Липних-Э. До революции называлась Спинчинс. Откуда пойдем? Я предлагаю не по порядку, потому что если мы пойдем сначала либо с Энса, если мы пойдем либо от завода Рин, либо от улицы Эмсомольской, то там-то и были в ту пору довольно унылые места. Это была окраина? Конечно. Это была окраина. Основная цивилизация была до 60-х годов. Это примерно от драмтеатра до молодой гвардии. То есть южнее улицы становились патриархальные деревянные дома, редкие вкрепления их-то там высотных зданий или служебных помещений. И за драмтеатром тоже сразу начинался Шанхай справа и слева. И деревянные дома, дома до завода Рин и дальше до Филей-Шоссе. Поэтому давайте вот по цивилизации. Мы пройдем все, но начнем так гулять. Как будто пришли, вот один квартал прошли, другой и третий. Ну вот, пожалуй, самый такой известный перерез-то. Это угол молодой гвардии. Где кинотеатр «Октябрь» сейчас находится? Ну, про «Октябрь», конечно. Была там Владимирская площадь. Вот и Владимирская церковь. Вообще, вот понятие площадь у нас сейчас уже такое устранилось. Это большая, благоустроенная, заасфальтированная территория с красивыми домами. А в Старой Вятке площади, ну, по размеру они были, может быть, и не меньше. Но это было, конечно, немощенное зачастую. Ну, первозданная территория, да, первозданная, да. И поэтому Владимирская площадь перед Владимирской занимала довольно изрядную территорию. Вот вплоть, ну, если кто представляет, это дом Свинтаржетского, это где сейчас Реатерат Медакадемии. И вот дальше. То есть была огромная площадь. Ну, естественно, со сносом церкви надо было застраивать, срочно ливидировать вот это. И поэтому интенсивно началась застройка. Но, что интересно, от старых улиц осталось еще чуть ли не до 70-х годов. Прошлого века. Брусчат, да, мощеная брусчат. Вот и на театре Атябре прямо от Арламарса шла вот немного вверх по Молодой Гвардии. И автобусы не всегда, даже слабосильные автобусы не всегда могли взобраться. Мы вспоминаем сейчас прошлые программы. Молодая Гвардия вот здесь, от Карла Маркса, там ходили автобусы. А мы пойдем по Арламарса на север. Значит, минуя и на театр Атябрь, конечно, сейчас такое любимое многими заведение. Появилось оно в 60-е годы. Это фестеляж утра. Вообще в городе их было три подобных заведения. Это было вот утро. Здесь за Атябрем. Это была цена Ленина и Герцена. И была стекляж на перроне зала. Вот там даже был фонтанчик и плавали рыб. И это была мода 60-х годов. Ну, сейчас у октября там вовсе она и не стекляшка уже. Сейчас уже не стекляшка, но и это традиции сохранились. Интересно, где-то читал недавно в Одноклассниках, там, знакомые, выгодят, где работать. Я работаю в утреночным сторожем. Игра слов. Ну, вот. А что же было до утра? На старых... Вот очень сложно, конечно, в формате радио, да, пытаешься на пальцах, на словах объяснить и не показать. Поэтому можно зайти, например, в группу Одноклассней в интернете и посмотреть фотографии старой улицы Эрла Марса в группе «Вятка фото-видеоархив». Там более двух тысяч фотографий уже выложено. И вот о чем мы будем сегодня говорить. Кто заинтересуется, то можно посмотреть вот все поэтапно. Там практически и по каждому дому. Вот. До утра там был деревянный дом за забором. Евгений Мельчаков, известный вязописатель, в своих воспоминаниях так об этом говорил. На месте этого утра за высоким забором стоял одноэтажный маленький домик, утопавший в устах сирене, отцы, бузины. Самого дома с улицы не было видно. Поверх устов торчала только высокая будка, обитая железом, обтянутая сеткой. Домом владел известный в орге голубятник Рнилыч, который среди мальчишек, гоняющих голубей, назывался просто Рнилычем. Ну, про дом... Это примерно какой период сейчас мы вспоминаем? Это военный, послевоенный. После войны. Да, да. До военной и послевоенной. Вся улица Орла Морса, это были заборы сплошные, усты, сирени, деревянный дом. Вот если посмотреть от октября на другую сторону, то дом номер 86, сейчас он в глубине, перед ним небольшой сквер, остался постамент, на постаменте был памятник Сталину, когда-то дом построен в сороковом году. Вот, конечно, были коммуналы, вот сейчас этот дом пристроен и с северной стороны, но, тем не менее, наверное, единственный такой дом построен из сороковых, который подвергся практически полной реконструкции, то есть с расселением дома, с заменой деревянных перекрытий на... Железобетонные. Железобетонные, но, видимо, денег не хватило, поэтому отремонтировали три подъезда, а четвертый-то оставили. И к тому же, если вот в войну и перед войной были деревянные болоны, то потом они стали опасны, их просто спилили, и во многих квартирах, особенно вот не отремонтированные части, остались и на этажах двери на улицу, ведущие в них... О, да, открываешь, и все, и болона нет. Вот гостей надо предупреждать, видимо. Дальше, опять же, по восточной стороне. Ну, вот известный дом, губернаторс и дом бывший, сейчас там коммерческая компания находится, но очень долгое время квартировала вязкая пресса. Это две местные газеты, и раз, и правда, комсомольское племя. Много легенд, конечно, ходило. Вот переехали из этого дома в Дом печати в 1987 году. А до этого... А ровно 30 лет назад? ...был такой центр жизни. Вот одна из легенд. В 80-е годы заслуженный главный редактор областной газеты полез, не мог достучаться до дежурного, и полез ночью с улицы в форточку, но не достучался, видимо, и проезжала мимо милиция, его приняли из-за вора, вот, а, видимо, там верстали важный материал очередному партсъезду, и он все-таки решил бдительность привить, посмотреть, правильно ли там все сделали, набрали, а, тем не менее, милиция его замела из форточ, и его изъяло, и он орал, сопротивлялся, речал, я член бюро ОМО-партии, вы смеете, а главный редактор, но, тем не менее, вот, доставили, видимо, в отделение и выясняли личность. Выяснили это быстро, потому что тогда люди были узнаваемы, и, в принципе, да, милиция... Это как раз-таки вот форточку этого здания, где сейчас канадческая компания, прямо с улицы Карла Маркса. С улицы Карла Маркса. Любопытно было на это посмотреть бы. Те, кто торчащие из форточки на улице. А напротив вот этого дома, где нынешняя общага политеха, вот она и сейчас есть в свое время, еще в 50-е годы был стадион, огороженный дощатым забором. Стадион заводов из прибор. Вот почему-то его не оставили. Интересно, что когда началась война, то, видимо, опасались налетов и бомбежи города у нас. И поэтому весь этот стадион заставили раскопать убежищами опами, то есть опали загами опы, чтобы в случае воздушной тревоги можно было из ближайших домов убежать и спрятаться в этих щелях. Я думаю, что, наверное, это не единственное место было в войну, но, тем не менее, вот серьезно готовились. Если у нас даже зенитный расчет планировался установки на драмтеатре, то вот здесь... Но, слава богу, не прилетели враги. Ну, не долетели, хотя тут учебные бомбежки, мы уже в тот раз говорили, были и случались. А на самом углу Герцена и Эрла Марса, напротив конторов из прибора, где сейчас угловой дом, а это ближе к югу, еще войну был и тайс, и дом, со слов того же мельчевого развалюха, обшитая досками рыжа, провалившаяся большинство жителей были и тайцы. Никто не знал, сколько их там, ну, видимо, вот это же и сейчас. Никто не знает, сколько их живет где-нибудь там в больших городах в подвале, что-то там производит, шьют вот это же и тайцы. Никто не знал, все они были на одно лицо, но, тем не менее, здесь такой у них был мини-рын вот на углу Герцена и Эрла Марса, то есть они продавали какого-то сомнительного вида леденцы, эти петушки на палочках, игол и для примусов, нитки, связанные там с пички, спички, связанные пучками по 10 штук, и торговали, конечно, вот и неизвестного происхождения. Что там они, как вообще там появились-то? И тайцы? Восстые из-под небесной? Их-то революции довольно много было и тайцев, все-таки ассимиляция начиналась, видимо, люди просачивались, хотя к ним было отношение такое ходе-оходе, дети бежали и дразнили, и тайцы разносчики, и мелких товаров были, ходили, носили, всерьез их не воспринимали, но, да, начался 17-й год, они остались отрезаны от своей родины, остались без бизнеса, остались неуделы, поэтому быстро были сорганизованы и стихийно, и это вот эти, полумафиозная банда, вот одна из которых, видимо, я думаю, что это была серьезная, мафиозная, если так сказать, группировка, а с другой стороны, их большевики быстро привели службе, например, в частях особого назначения, и самые жестокие рательные отряды были и тайцами, то есть которые могли вырезать деревню, все, ну, там история, и после гражданской войны и тайцы прибрали в Москве, например, сеть прачечных, это было официально, они официально торговали вод и расшивали, хотя слова-то не было бордели, вот не знаю, еще предстоит нашему местному исследователю, наверное, все про... Еще поработать над этим. Это не единственное место было на Орла Мораса, например, и тайцы жили и в барах возле Вечного Огня. Дальше движемся на север, ближе к театральной площади. От которого осталась одна стена от бывшей фабрии, и пожар был, конечно, грандиозный, но, напротив, конечно, хороший был гастроном в советское время в пятиэтажном доме, но дом был известен тем, что много было известных людей, вот в частности, мне в этом доме пришлось встречаться с преподавательницей, опять же, вятского нынешнего университета, Еленой Павловной Столбовой, которая считала себя проправной аж самого, не поверите, поэта, Иоганна Вальганга Гёте. Ага. Причем... Это известная история, да? Было, да, портретное сходство, вот я смотрел и на портреты, у нее было портретное сходство, было поразительное, да и фамильная легенда была уже вот не такой нереальной. Вот не знаю, тоже вот эта история зависла, не осталось. Ну, вот если перейти улицу по этой же стороне от гастронома, то там, где сейчас вход в художественный музей, перекрест немного загнулся, но он был прямоугольный и был вход в такой небольшой, очень уютный сферик. Вот. Это на углу Карломаркса и с Паской нынешней, да? Да, да, да. Вот если это северный угол Карломаркса спас, и был такой сферик, который... Со стороны Карломаркса он заслонял и на театр Олизей, вот, и был перед домами. И чем он был интересен, что... Так, уважаемые слушатели, мы сейчас не ошибаемся, да. Колизей находился... Колизей находился... Колизей находился. На месте мраморного здания нынешнего, ну, практически на этом месте, мраморного здания Вятского художественного музея. Проход в Ассы был с Карломарсовым, за этим сфером такой был уз и проходит. Он деревянный был этот, соответственно, Колизей, да. Деревянный, 1913 года построен. Да, да, да. Вот. А этот сфер, чем он был характерен, что уже с конца 60-х, с начала 70-х, здесь стали собираться такие яркого вида личности, в джинсах, с длинными волосами. Мы рассказывали об этом в одной из предыдущих передач, сделанной в Вятке. Тогда говорили, хипповые витки там были, да. И поэтому сфер, он во всем городе был известен, хипсфер от слова хиппи, поэтому собирались меломаны, сейчас говорят филофонисты, которые менялись пластинками. Иногда устраивала милиция налет на этот сфер. Люди разбегались, прыгали через ограды, убегали в ту сторону, лезли, а то куда. Вот очень жаль. Но вот я рад, что нашлись фотографии, это Вера, которые сейчас, вот висят, я говорил, на сайте, вятка фото-видеоархив в одноклассниках. То есть в одноклассниках можно набрать вятка фото-видеоархив. и посмотреть. Напротив, библиотека Грина, она в принципе ничем не поменялась. Единственное, что многие десятилетия на углу висели большие углые часы со стрелами. Вот очень жаль, что они куда-то пропали. И вообще вот подобные часы, вот я не знаю, вот о часах тоже, наверное, отдельная тема. Вот где сейчас? На Лепсе еще где-то. Ну, на Лепсе, конечно, дело чести восстановить часы рабочие. Но вот здесь часы были и брутальные, известные всему городу. Свидания назначали, время смотрели. Сговорили, где встречаемся? Под часами, да? Под часами. И шли именно туда. Было бы, конечно, очень хорошо, если бы восстановили традиции и повесили часы. Перейдем улицу. Орла Маркса. Нет, не Орла Маркса сейчас. Спасскую, выше уже. Да, театральной площади. Дальше, конечно, там здание ИРФ Энерго. Напомню, это первая авиатростанция, которую после войны достроили, построили, которая вкраплена сейчас в это огромное серое здание. А дальше за бывшей электростанцией, где сейчас угол нашего опорного университета, там был такой белый небольшой двухэтажный дом, где располагался вначале горсовет до застрой, и потом было первое перед войной троллейбусное управление. Вот это вот самое ценное. А здание, где сестры милосердия располагались? А это уже на театрал. На театрал. Вот если говорить о театральной, у нас просто съезд время всей передачи. Театральная площадь это отдельная история. Хорошо, отдельный программ. Поэтому мы сейчас пришли к театрал, и в принципе будем двигаться дальше. Да, по Карлу Марксу. А я предлагаю даже не дальше, а просто вернуться немного назад. Я же говорил, будем двигаться. Давайте. Не как маршрут общественного транспорта. Мы закончили одно путешествие. Прошли немного, и сейчас вернемся в исходную точку. Это инотеатр Октябрь. Снова мы перенеслись мысленно год, там, 67-й, пример, эпоха. Стоим на углу Октября и смотрим на улицу, и приезжают ред и ред и троллейбусы. Вот у меня интересно, я жил в Хрущевке, и видна была вот часть улиц Орла Марса, и мы даже загадывали, откуда машина поедет, справа или слева. То есть можно было ждать минуту, две, три, там, троллейбус или грузовик. Вот движения не было. Такое было совершенно свободное пространство. Вот если идти, ну, пойдем на юг тогда, переходим улицу Молодой Гвардии. На юг в сторону Воровского. Это срочно построенный пятиэтаж, чтобы съесть пространство бывшей церковной Владимирской площади. Сейчас там открылся ресторан, где они завезли туда оборудование, столы, видимо, поваров, но, не знаю, не завезли клиентов, это, наверное, создаст большую проблему, потому что это на все наши увеселительные заведения, по-моему, в городе явно не хватает посетителей. По вашим данным, там проблема. Да, с клиентурой хорошо. Дом был чем, ну, особо он ничем-то не был знаменит. Единственное, что это вот тот человек, о котором мы говорили в прошлой передаче. Это Карло Маркса 89, смотрим. Молодой Гвардии, да. Нашу революцию, это вот Попов первый, у нас был глава большевистской партии, здесь ему дали вортиру в этом доме, раз над общественным туалетом. Представляете, общественный сортир в советское время. Это специфическое амбре, запах хлора и всего сопутствующего. И вот, я бы там жить не желал. конечно, человек там помещался. Там же по ступенькам можно было спускаться, да? Да, да. Общественный туалет там был, да. Да, он и сейчас там есть. Есть. А там ломбард, по-моему. Такое гибридное заведение, но оно сейчас уютное, современное. Это антикварный салон и тот же сортир. Вот это, наверное, единственное... Идеальное сочетание, да. Да. А вот жил Распопов через дорогу и ругался, что ему дали квартиру там, поэтому журналисты все старались вот это попрятаться, чтобы на глаза не попадаться. Понимая и зная, что он сейчас придет и снова будет эту тему поднимать, да. Дальше дом, пожалуй, известен о темном углу улицы Малина, что долгое время, еще, наверное, во времена мэра Анжелия Михеева на нем была такая большая надпись «Требуем сноса трущобы». Вот трущобы не снесли. Что тут трущобы имели в виду? Ремонтировали сейчас там. Ой, это тоже питательное заведение. Ну, а далее... А, вот это вот... Да-да-да, на углу Малина. Это кофейня там сейчас находится? Да, кофейня. А далее, конечно, ботанический сад. Это тоже отдельная тема. Сад отреставрирован, нынче запущен. Это свежий забор. Старый забор. Вот тоже найдена недавно велепная фотография начала 60-х. На углу был дом. Дом, раз он принадлежал Истомину, основателю ботанического сада. Подполковник. Да, поэтому... Где вот нынешний вход, такой бетонный, такой монументальный вход. Там был деревянный, уютный двухэтажный домик. Вот. Но интереснее то, что... А он до какого момента сохранился, кстати? Домик в 70-е снесли. В 70-е его не стало, да. В средине 70-х скорее и вход сделали. Но интереснее, что было напротив. Вот это уже мало а то помнит, а напротив был такой ди и заросший овраг, который в городе назывался джунгли. Джунгли. Это был... Нынешний сквер 60-летия СССР. Ага. Он как-то сейчас уже самел им и вроде небольшим, а джунгли он был заросший там ими-то ими деревьями, ими яблонями. Там были тропин, и он был настолько ременогенен, что, по-моему, даже в сумеречное время милиция туда не решалась заходить. Много, видимо, там темных дел было, но о днем такой действительно ди и овраг. Внизу был ручей, вот, и это жалоба. За ссором. Бабы, белье полоскали вот в 70-е годы. Соответственно, 77-й год, 60-летие СССР, вот в 70-х привели в божеский век. Вырубили все эти деревья, он стал голый. А перед ним еще, если смотреть вот ближе улицы Молодой Гвардии, там же на границе вот этого оврага были деревянные дома и знаменитая пивная, одна из самых знаменитых пивных в городе, это Три Сосны. То есть, вспоминая тот же Мельчаов, обычно зрители после сеанса В Колизее? Нет, в Октябре. А, в Октябре. От Колизея не дойти было, потому что... Октябрь же был построен в 36-м еще. В 38-м. В 38-м. Ну, да. От Колизея было сложнее дойти, потому что там тоже была череда пивных по дороге. Ясно. Не менее худших. А тут из Октября, то есть, часть шла по молодой гвардии, вот это, а дальше вот была знаменитая пивная Три Сосны. То была легенда, что ее тоже сожгли, хотя вот бабье горе, но чуточку пораньше или пытались сожжать. Нам пора на рекламу небольшую прерываться. Я напоминаю, что в студии Евгений Питунин, историк Краевета, руководитель музея ВИАТГУ. Говорим мы об истории улицы Карла Маркса. Прервемся и продолжим очень скоро. Сделано в ветке. Мы с Евгением Альбертовичем немножко тут зависели на улице Карла Маркса в районе Ботанического сада. Сейчас я в перерыве спросил, а воду-то куда дели? Там же сеть родников, да, всевозможных. Почему сейчас ничего не бежит? Стены оврага или там, ну, стены, наверное, в овраге, они были все пронизаны родниками. И там, где ботанический сад, и вот эти вот упомянутые нами джунгли. Поэтому еще до революции те дома, которые строились вдоль улицы Бутырской, была улица Узнецова-Бутырская, да, они занимались производством, и дальше вот там по Горбачево, многие занимались производством либо пива, либо водки вот на той хорошей такой воде. Родниковой. Родниковой. А сейчас тогда был просто ручей вот в этих джунглях, и для полоскания воды ручей никуда не делся. Родник, какой-то есть вот сейчас даже летом, я не помню, наливали, по-моему, на какое-то время вот этот водоем, но тем не менее облагородили. Фонтан там, все-таки цветом музыкальный, да. Я не знаю, удалось ли там передать вот дух того времени, но вот полагаю, что все отужил, они сейчас также погружаются в ту эпоху, и вспоминают вот этот невысокий заборчик джунглей. Забор был, конечно, ну, по пояс примерно такой же, чугунная решетка, летая вот и дальше, сразу начинались царосли. И вот так мы идем, идем на юг, мы дошли до стрел с улицами, тогда они назывались Горбачевой, Орловской, соответственно, сейчас, да. Да, две улицы, вот на этой стороне, где сейчас высотный дом, в котором, не знаю что, вот открылся только недавно, это Сэндхенд, вот, на самый стрел вровень с красной линией улиц Эрла Марса, была-то дощатая, опять же, пивная, ну, не совсем пивная, там была парикмахерская, сапожная мастерская и пивная. Это был дощатый балаган, в разные цветы, в разные годы его рассели в этот самый буро-оранжевый, либо зеленый, либо голубой цвет, белилами по этим доскам, вот он-то, ой, был, облезлый под дождями, но это был такой клуб мужского общения, вот туда, на эту стрелу. Уходили сейчас на этом месте газон, газончик разбит перед высотным домом, высот смотрится хорошо, конечно, она вписалась, такой, рабль, вот, на этой стрелке. Как будто, да, он припарковался здесь, пришвартовался. Дальше переходим вот улицу Горбачева, Орловскую и на углу, где сейчас начинается такой сверь перед гор-администрацией, на углу был двухэтажный дом, в котором располагался овощной магазин, вот, а дом назывался, и магазин назывался Петуховский, а потом и дом назывался, но не по имени владельца, а потому, что в 20-е годы у дома, либо в доме был убит милиционер по фамилии Петухов. Ух ты! И этот милиционер, это последний, видимо, из тех героев эпохи революции и гражданской войны, который был захоронен в братской могиле на стадионе Динамо. была, а в подвале этого Петуховского дома, где продавали это, овощи, конечно, с землей, там, морковку и ртушку, тоже было заведение, по словам Мельчаова, известная в народе реанимация, потому что там аж с 9 утра пивными рушками продавали на разлив дешевое черничное вино, говорят, цветы лиловых чернил, и всем, и все, а то с утра, видимо, в городе был не очень свеж, и у него было время забежать. Эти потоки стекались туда. Они туда, в этот подвал, и там прямо на бочках в подвале продавали. Ну, не удержусь еще чуть-чуть в сторону, конечно, а рядом дом был тоже выдающийся. Следующий дом, но он уже по Орловс и от Орла Мороза, но его с Орла Мороза было заметно. Этот дом двухэтажный был первым заводом от Шнейдера, вот там производили пиво, начинали производить вот на той же воде, вот я говорил, что воду можно было брать в Орла Морозах, вот первый завод Шнейдера, а потом, когда он построил в известном сегодня месте, то этот дом заняло другое заведение, не поверите, ой, не угадайте, вот даю, попытку. Я на языке вертится, вот честно говоря, я читал безусловно. Да ладно, все равно не угадайте, бордель там был. Бордель был? Причем такой известный центровой... Так, я ошибаюсь, я на другое думал. Известный был центровой бордель, прославившийся тем, тем, что юный Гриневс и будущий писатель Грин, он спер у матери золотую цепочку с кулоном, заложил ее в ломбарде и на вырученные деньги аж с приятелем, видимо, одному было страшновато, он посетил вот этот бордель. Жаль, что там памятный ДСИ не установили, но дом снесли совсем недавно. Это, по-моему, в самом конце 90-х, в начале 2000-х был хотя бы в честь первого пивзавода надо было какой-то там... Ну, идем дальше, чуть мы поднимемся в гору, вот интересно. Дальше Воровского, видимо, не уйдем уже. кто жил в те времена, было это расслоение вот на той стороне Орла-Мараса, где администрация, дома были похуже, поменьше, были сплошные заборы, а между... тоже это... Вот, ну, сейчас не принято, а и дома, и заборы почему-то расселение масляной, раз, это мы не какой-то такой, типа Тюрил, а просто тупо белили вот ими-то-то, ими чуть-чуть рассвещенными вот эти заборы, там на них, видимо, где-то леяли объявления, они имели очень неоприятный вид, вот это была сторона, со стороны гороадминистрации, а со стороны напротив, вот где... Где сейчас бывший дом быта, европейский, там такой дом... Ну, да, эта сторона Орла-Мараса, она была более продвинутая, сразу за Орловский был дом известного зубного врача, это был такой одноэтажный, большой, монументальный дом, ну, где-то с 20-х годов это бабий пароход, когда весь дом был поделен на маленький, мелкий летушный иммунал, и вот жили одни баб, и один дед Иван Семенович жил, но дом был зубного врача, и по преданию, что когда в 18-м году после революции этот врач, конечно, бежал, был лишён всего, то он был донтист, и он золото зарыл подвале, вот, конечно, я даже знаю, что это... многие искали. И, может быть, там вот где-то сейчас на этом зелёном газоне перед биотином, где-то вот там... Может и стоит покопаться. сохраняло. А дальше тоже такие были домиши, и вот на одном даже сохранялась плохо забеленная надпись «Ремонт часов» или «Часовой мастер», сейчас вот точно не помню, и там жил другой вяз-революционер, который вместе с Поповым делал революцию 1917-го года, это Лолетин, вот, ровно, видимо, не очень жаловали, если одному дали квартиру, то второй вообще в деревянном доме жил. Ну и, конечно, многие-многие помнят, это даже попало в альбомы о городе даже Невятки, о Ирове еще в 60-е, 70-е годы, это дом врача Ниольского, по номеру он, по-моему, 105-й дом был, это красивейший дом со шпилем, с башней и с фонтаном. Фонтан в мое время не работал, но с улицы было видно, а перед ним был такой тоже деревянный дом и в полуподвале был малень и малень и такой, еще, наверное, послеродиционный магазин, где мне запомнилось, что хлеб резали на половин и четвертин и был такой огромный толстый нож с лезвием сантиметров, наверное, 15 на шарнире, который доставался из прилав и вот так вот этот хлеб нарезался. Дальше мы переходим улицу Воровского, идем на юг, идем на юг, куда дальше. Но у нас две минуты остается, чтобы прогуляться до юга от Воровского по первому улицу. Госпиталь ветеранов строился перед войной, школа номер 12, но уже в войну был занят госпиталем, поэтому школа там не состоялась. По постройке понятно, что это должна была быть школа. Дальше были дома, техникум. Техникум был построен в 1953 году, спроектирован 50-м известным уже архитектором, не этой зловым, о котором я говорил с нынешним лесопромышленным на колледжеского проспекту, да, вот с башенами, с этими. Характерен был тем, что за этой башней была еще выше огромная труба, которая изрыгала в 60-е годы еще лубы черного дыма, когда техникум отапливался в собственной тельной водке. Это сейчас уже лучше. А напротив, целый квартал занимал туб-диспансер, который был построен в 20-е годы, в 27-м все туберкулезные учреждения были свезены туда, вот он по Орла Марса и по Орловскому занимал огромную территорию, был снесен в 70-х. Основные РПУСа были сожжены, потому что были настолько пропитаны бациллами, что нельзя было их, наверное, и потом, я помню, что газеты того времени писали, что сейчас сто лет на этом месте нельзя ничего строить, потому что вредная территория. Это где сейчас? А это сейчас? Академия? Да, вот где медакадемия, вот этот вот весь квартал и внутри. Это университет, вернее, да. Да, тубдиспансер, вот и был, и тем не менее территория была быстро-быстро освоена, и сейчас даже вот сложно найти, вот не удалось найти фотографию тубдиспансера со стороны Орла Марса, хотя один дом на пересечении с Росноармейской, где сейчас порция, вот он остался еще с той поры, ну, а дальше Орла Марса переходила в совсем уже деревянные это и дома, вот единственный был вот приятный институт со знаменитым рестораном Юбилейный, кто помнит, то напротив него была Шарамыга, это вечерняя школа, вот дальше Дача Убов, идем дальше, Дача Убов, где сейчас живет Даружный музей, да, да, далее у нас был дом напротив ФС Здравствуй, открылась одна из продвинутых ФС Времен Перестрой, напротив жил ссыльный о деме будущих виноградов, который тоже оставил записки воспоминания о своем пребывании в нашем городе, и вот им образом Орла Марса медленно-медленно заканчивалась и завершалась уже вот на пересечении с Кольсомольской улицей, застроена она была уже где-то в 70-е, еще вот про Тубдиспансер, опять же, вот самый угол, где была почета снесенная, там тоже была, не поверите, пивная, пивная называлась Утубиев, потому что они были постоянными посетителями, и по воспоминаниям того же Мельчаова, у них была дыра в заборе, и вот эти больные из тубдиспансера в полосатых пижамах, они проникали, и в очередь их уважали, и всегда, если человек полосатый, то его без очереди в этой пивной запуск искали. Вот так и прогулка у нас получилась, исполнительная улица Ну вот жаль, что я начнусь за Грамтеатром, но там тоже были интересные места, Шанхай. В программу продуман в любом случае. Я думаю, примерно, вот я попытался навеять воспоминания, а действительно, если есть желание посмотреть, все это выглядело, это одноклассники в интернете, и группа Вятка, фото, видеоархив, вы найдете всю улицу Орла Маркса. Спасибо, Евгений Питунин, историк-краевец, руководитель музея ВятГУ. Всего доброго, до свидания. Всего хорошего. Сделано в ветке.